Девушки отдыхают Привет. Ой, привет. А Симина типа фаворитка. Ни губы красить, ни вилеты забреть не надо. Ну да, у них же роман. Да, войдите. Я ждал тебя. Ну, что ты решил? Я люблю тебя. Очень люблю. Я тебя тоже очень люблю. Я тебя очень люблю. Но я не могу оставить жену. Таня, Таня мне сказала, что она ждет ребенка. Она всю жизнь об этом мечтала. Портить жизнь сразу двум женщинам — это слишком, даже для такого подлеца, как я. Хорошо, значит, мы перейдем к экзамену. Какой билет? Вот билет номер 17. Ну что ты, какой билет? Ты навсегда останешься моей лучшей ученицей. У тебя большое будущее. Так что отлично, без всяких вопросов. Но что касаемо нас… А что касается нас… Алина. Вы абсолютно правы. Я хотела сказать, нам давно пора поставить точку. Алина. Надеюсь, вы будете счастливы. Алина, подожди. Внимание пассажира. Прибывает столичный экспресс. Стоянка поезда две минуты. Повторяю. Прибывает столичный экспресс. Стоянка поезда две минуты. Странная штука. Только вчера была семья, жена, дочка. Сейчас никого. У тебя хотя бы есть шанс все это вернуть. А у меня, похоже, без вариантов. Да ладно, без вариантов. Без вариантов — это если у тебя кто-то умер. Или если кто-то трус. Да при чем здесь трус? Ты про меня хочешь сказать? Она ушла сама. Ей нужны были деньги. Человек захотел красивой жизни. А я же не могу без Янки. Ой. А ты чего сюда вообще приехала? Разошлась с кем-то? Я работу приехала искать. Ты? Работу? Ой, да ладно. Алиночка, ты же столичный мед заканчивал. Что? Ну, ты там-то работу в два счета найдешь. Да, там своих специалистов. О! Кому я там нужна? Мне ты там нужна. Ладой человек. Я тебя люблю. Слышишь? Доктору больше не наливайся. Мне нормально, мне никто не наливал. Я тебя повинею. Слушай, я тебе честно скажу, я и тогда тебя любил. Если б ты не уехала… Ты с утра женат был. А из утра. А сейчас я уже свободный. Ладно. Тихо. Ты смотри, уже падаешь от счастья. Что с тобой? На ногах не держишься. Что случилось? Не мечтай. Я… Да. Ты в порядке? Душно тут просто. Я… Воды тебе дать? Все хорошо. Идем, я провожу тебя. Так, общих фоток достаточно. Ищи, где мама совсем молодая. Угу. Может, этот? Да нет, ну ты чего? Говорю, молодая. Совсем молодая. О! Может, эту? Пойдет. Сейчас мы только от этого дядьки ее отрежем. Давай аккуратнее тут. У кого это вы тут резать собрались? Что? Так, тихо-тихо-тихо. Иди отсюда, я тебе говорю. Ой, и попались. Слушай, ты могла сделать, что ты ничего не видишь, а? Что там? Что там? Что там? Похоже, сюрприз не получился. Сюрприз не получился. Давай эту… Ух ты. Узнаешь? Мы на практике. А это что? А вот эту, посмотри. А эту я не разрешу тебе резать. А почему? Это почему? Почему? Ну, потому что она дорога мне, как память. Все-таки, по-моему, Лешка чуть расстроился из-за сюрприза. Ну, вы тоже молодцы. Без спроса взяли моих фотографий. Подумаешь, взяли. Ну, а что там ценного такого? Вы же не порвали их? Ничего. Ничего. Просто это фотография из выпускного, из института. Скажи, пожалуйста, а что там за мужик к тебе прижимался, а? Это не мужик. Это мой педагог. Между прочим, лучший хирург из всех, кого я знаю. Что же это получается? Лучше, чем я и ты? Лукашев, мы с тобой вне конкуренции. Ладно, не буду его трогать. Пускай с тобой висит на стен газете. Но поздравления будешь получать только ты. Куда? Ну, о чем ты думаешь? Да все об этом. Ты завтра станешь заведующим хирургического отделения. Ты понимаешь это? Понимаю. Получишь свою порцию поздравлений. Мне Гришка Топори уже написал пять смс-а, когда пироги будут. Ну, правильно, потому что все ждут их. Гришань, ну, мне еще журнал нужно заполнить. Завтра заполнишь. Ты что, забыл? Завтра придет новый главврач. Забудешь тут. Вся абонент только об этом и трещит. Только новый будет занят завтра. Про твой журнал и не вспомнит даже. Ну, а вдруг? Послушай меня. Главврачу точно уже не до тебя. А с совотделением Серегу назначат наконец-то. Официально. Так что не боись, он свой человек. Кстати, должен проставиться. А на следующий день у Алины день рождения, так что два дня праздник. И мне придется тебя два дня возить. Такая твоя женская доля. Вот когда на этом пальчике будет красоваться колечко, тогда мы про мою женскую долю и поговорим. А сейчас вперед спи с ней работать, топурия. Пошел работать. Давай быстренько. Настя. И что с красавицей? Попытка суицида. Друг первая отрицательная. Литра полтора потеря. А, полтора литра говоришь. Как давно это было? Неизвестно. Часа полтора, не меньше. Срочно вези ее в операционную. Давай, поехали. Насть, звони на станцию переливания крови, хорошо? Скажите, а она, она будет жить? Даже не думай, будет. Первая отрицательная, да? Да. Когда будет кровь на переливание? Ожидаем. Девочки, это хирургия. Нужна первая отрицательная. Девушку привезли, пыталась покончить с Абоной. Видишь, на лавочке сидит парень. Это ей любовник. Думаю, что скоро придет муж. Боже мой, как можно сразу двоих любить? Ну да. А как нет? У нас человек умирает. Хорошо, звоню в шестую. Первая отрицательная. Тетя Люся передает. Хорошо. Жена, ты что здесь делаешь? Муж. Первой отрицательной нет и не будет. Зимина, ты в своем уме. Ты врач, а не донор. Спокойно, Лукашев. Ты прекрасно знаешь, что со мной спорить бесполезно. Ира, давай. У человека завтра день рождения, а он себя на органы раздает. Нормально. Пульс 30, давление падает. А что по поводу… Плановый медосмотр я проходила неделю назад. Триста миллилитров до стабилизации, а дальше ждем. Тебе ясно? Слушаюсь. Ты как себя чувствуешь? Я Насте чай налила. С пятью ложками сахара. Ничего. Глюкозы много не бывает. Поэтому давай, чтобы жизнь как мед была. И проследи, чтобы она все съела. Слушаюсь и повинуюсь. Кстати, завтра ждем вас с Гришей. Не забыла? Только при условии, если ты приготовишь свои фирменные пироги. Все, давай. Приготовлю. Ешь шоколадку. Слушаюсь. Слушай, он у тебя такой заботливый. Надеюсь, Топурия будет таким же. Никаких шансов, однозначно. Не строй иллюзий, детка. Мне кажется, что ты как-то предвзято к нему относишься. Какой красавчик. Прям мачо. Еще и статью написал. Красавчик, да. Это мой бывший преподаватель. Да ладно? И лучший хирург, которого я когда-либо видела. Ой, что-то душно. Я окошко открою. Так что коллектив у нас хороший, грамотный, опытный. Я не сомневаюсь. Простите. Опаздывайте, девушка, опаздывайте. Итак, коллеги, хотел представить официально. Татьяна Юрьевна Котова, врач-гинеколог, кандидат медицинских наук из сегодняшнего дня, главный врач вашей больницы. Григорий Тапурия, анестезиолог, врач первой категории. Добро пожаловать в наш дружный и сплоченный коллектив. Благодарю. Надеюсь, что с таким же энтузиазмом вы примите в свой коллектив еще одного человека. Твой преподаватель. Прошу любить и жаловать. Кандидат медицинских наук Котов Егор Львович. Новый заведующий хирургическим отделением, то есть непосредственно ваш начальник. Ну что же, а теперь я предлагаю обсудить изменения, которые нас с вами все ждут. Егор, ну что опять не так? Ты видела, как они на нас смотрели? Ты что переживаешь, что не сплясали? Не знаю, может быть зря мы все это затеяли. Зря я ушел из института. Послушай, Егор, я тебя уверяю, что уже через месяц они тебя все будут обожать. А еще через год, ну, конечно, под моим чутким руководством, вернешься ты на свою кафедру, защитишься. И придешь туда уже совершенно в другом статусе. И, кстати, не удивлюсь, если ты ее возглавишь. Ты же знаешь, я тебе помогу. Самое главное слушайся меня. Я слушаюсь и повинуюсь. Не, ну а что вы хотели при таком раскладе? Жена, главный врач, все логично. Она назначает на должность заведующего своего мужа, который тоже доктор. Да ладно, Серега, ты это, не принимай близко к сердцу. Сережа, что бы ни случилось, знайте, мы всегда на вашей стороне. Николай Сергеевич, идемте со мной, вы мне нужны. Ребят, да нормально все, вы чего, не плачьте только. Никогда я бумажки перебирать не любил. А оперировать буду, как и прежде, так что все в порядке. Ну что, сегодня вечером отметим? Егор, ну какие отмечания перед подготовкой к ЭКО? У меня предпоследние стимуляции по протоколу, так что ужины, наверное, без меня. У меня, как обычно, не будет аппетита. Я побежал, но все равно я дождусь тебя, не люблю ужинать один. Вызывали. Вызывали. Не ожидал тебя здесь увидеть. Совсем не ожидал. Я тоже. Ну что ж ты такая чужая? Даже не посмотрела на меня ни разу. И сейчас не смотришь. Смысл? Ну посмотри на меня, прошу. Я же скучал. А ты похорошела. Расцвела, стала такой притягательной. Настоящая женщина. У вас все, Егор Львович? Раньше ты меня на «ты» называла, не помнишь? Нет. Я готов напомнить. Я думаю, не стоит. Знаете, у меня замечательная способность памяти. То, что меня уже однажды вынудили забыть, вспомнить не удается. Всего доброго. Мой рабочий день окончен. Слушай, мам, раз уж сюрприз с газетой не получился… Да уж. Расскажи, пожалуйста, а что вы тут с папой делаете? Ну, я запишу. Здесь мы с мамой отдыхаем на море. Да. Это, кстати, сразу после окончания института, помнишь? Угу. Ты у меня здесь в животе. Так и запишем. Нет, это записывать не надо. А это что? Это мы… Мы не резали. Ну, как обещал, целенькая фотография. Аккуратно вклеили. Ну, зато теперь она не потеряется. Так, ребятки, все. Слушай, мам, может, на твой день рождения новые правила введем? Ну, вы с папой подарите мне телескоп. Ну, дружочек, для этого у тебя будет свой день рождения. Так это еще целый месяц ждать. Леш, ну, потерпи, пожалуйста. Так, все. Завтра все отделение раздует от мучного. Ну, все. Снятина. Нового Зава будем звать? Давай соберем. Это мой праздник, и я сама решу, кого приглашать, а кого нет. Ну, как скажешь. Да, слушаю. Алло. Что? Говорить будем? Не будем. У кого-то завелся новый поклонник. Что? На что ты намекаешь, Лукашев? Ни на что я не намекаю. Шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки. Шутки. Ну, что, она идет? Идет. Ну, где вы? Доброе утро, что ли? Привет, мам. Итак, в этот уникальный день я хочу поздравить… Отличный сюрприз. Спасибо. Спасибо. Ставьте. Спасибо. Хорошая ты моя. Ой, как хорошо. Ты наша мама любимая. Завтрак готов? Быстро в постель, мы тебе его принесем. Давай. Сейчас, секунду. И кто же это нас поздравит с днем рождения? Ух ты! Привет. Я войду? Проходи. Доброе утро. Вот это сюрприз Вика. Ты какими судьбами? Алина, это Вика. Вика моя бывшая. Времени у меня мало, поэтому постараюсь быть краткой и внятной. Сергей, Яна поживет у тебя. В каком смысле? Да, мне тоже интересно это понять. Мой муж уезжает за границу. Его пригласили на работу. Я еду вместе с ним. Яну с собой взять не можем. Выпускной класс, тестирование. В общем, ей надо закончить учебу. И так что годик. Чего? А, то есть она годик поживет у меня? У нас. Пришло время взяться за воспитание дочери. Погоди, по-моему, именно ты запретила мне с ней общаться. О чем ты говоришь? Да, у тебя появилась прекрасная возможность наверстать упущенное, папаша. Послушай, мамаша, ты же могла мне раньше сообщить об этом? Позвонить по телефону, но я не знаю. Так я вчера позвонила. А с чего ты молчала? Так вот я сейчас и говорю. Яночка, заходи, дорогая. Привет. Хеллоу. Здрасте. Так я зайду? Да, заходи. Привет, заходи. Послушай, да я сам удивлен. Она даже заранее не позвонила. Ничего не сказала, не предупредила. Значит, будем жить вчетвером. И как мы справимся с этим шансом? А у нас других вариантов нет. Девочке, правда, будет сложнее всего. Ею вообще кто-то занимался. Ты шутишь? Вика занималась богатым мужем, отчим, бизнесом. Вот она и выросла такая. А ну погони. Я Янке все показал. Молодец. Так, эту чашку поставь на место. Так я же из маленьких не люблю. Леша, это дедушкина чашка. Из нее пить может только папа. Яна, проходи. Садись к столу. Сейчас завтракать будем. Я вообще яйца не ем. А что ты тогда кушаешь? Икру и клубнику со сливками. Ну, клубнику не завезли, икру тоже. Ну, мы над этим поработаем. Да, Лукашев? Да, мы будем делать все возможное. Сегодня у мамы день рождения, поэтому вечером будет торт. А сейчас, если хочешь, папины булочки фирменные. Я подожду, когда клубнику завезут. Так. Ладно, давайте есть. У нас праздник или нет, в конце концов. Алиночка, ты умна, ты талантлива, ты прекрасна. С днем рождения. Цвети и пахни. Спасибо. Спасибо, Настя. Огромное. Держи. Потом посмотри. Хорошо. Солнышко, а я тебе желаю огромного, ну просто преогромного, вот такого женского счастья. Спасибо, тесточечка. Спасибо, моя хорошая. Алина, от всего нашего коллектива поздравляем. Спасибо. До рождения! Спасибо. Так, по случаю такого торжества, мой замечательный муж, где он ходит? Он здесь. Так, Лукашев, испек свои, не побоюсь этого слова, легендарные пирожки. Ура! Ура! Угощайтесь! Олечка, дорогая мать, с днем рождения еще раз. Основной сюрприз тебя ждет дома вечером. Лукашев, я заинтригован. Я работать не смогу. Алина, тихо. Поздравляю вас. Это, так сказать, от коллектива. Будьте счастливы. Спасибо. Я счастлива, я очень счастлива. Сергей, можно вас на минуту? Может, вы пирожок будете? Нет, спасибо. Я позавтракал. У меня не очень приятная новость для вас. Гринёв заболел. Только что звонил, свалился с температурой сорок. Я вынужден был поставить вас сегодня на дежурство. Сегодня ночью? Да, извините, форс-мажор. Егор Львович, так у Лукашева уважительная причина, день рождения жены… Это вы пациентам объясните. Вот и строй. Праздничные планы. Нет, я, конечно, могу назначить на дежурство вашу жену, но… Согласитесь, как-то это неправильно. Ну ладно, давайте работать. Надо так надо. Ну вот и отлично. Спасибо за понимание. Еще раз с днем рождения. Извините. Угу. Пришел, увидел, навредил. Давайте, Настя, наливайте. Лукашев! Эй! Чего ты? Я намерена с тобой как минимум еще пятьдесят дней рождений встретить. Да, Лешка расстроится. Мы же готовились. Подарок тебе хотели сделать. Настю с Гришей позвать решили. Ну ничего, на завтра перенесем. Ну чего ты? Отлично посидим. А сегодня сделаем вид, что это обычный день. Ну ладно. Ну ладно. Все будет нормально. Все хорошо. Букеты вниз не тянут? Наоборот, окрыляют. Такой красивой женщине нельзя таскать тяжести. Давай подвезу. Спасибо, я на метро. Алин, ну что ты теперь со мной разговаривать что ли не будешь? Садись в машину, подвезу. Не гони. Отвыкла? Я всегда так ездил. Не отвыкла, забыла. Пожалуйста, не гони так. Забыла? Обо всем забыла? Обо всем. Почему-то я тебе не верю. Ну что, забыла? Скажи, ты забыла меня? Останови машину. Забыла или нет? Нет. Останови машину, пожалуйста. Прости. Тебе раньше нравилась скорость? Раньше. А теперь у меня есть муж и ребенок, которым я нужна. Ты мне тоже нужна. Да? Вот как раз сейчас я это очень хорошо увидела. А ты повзрослела. Стала такая сильная, ответственная. Тебе, я смотрю, эти понятия не знакомы. Алина, подожди. Подожди. Алина, подожди. Подожди, прости. Ты был неправ. Просто, когда ты рядом, у меня тебя кашут. Алина не относит. Я до сих пор тебя люблю. Я не могу тебя событь. Я не знаю, что с этим делать. Егор, не верю ни одному твоему слову. Алина, Алина, подожди. Я искал тебя все это время. Я тебя нашел. Я узнал, что у тебя есть ребенок. Я узнал, что у тебя есть муж. Да? Я не стал тебе мешать. Я хотел, чтоб ты была счастлива. А я счастлива, Егор. Я несчастлива, Алина. Ты же знаешь, я Таню не люблю. Знаю. Твоя беременность закончилась трагически. Таня потеряла ребенка. Я просто не смог от нее уйти, не решился. У вас что, детей нет? Врачи говорят, что Таня может, но у нас ничего не получается. Она еще надеется, но ее уже нет. Мне жаль. Я всю жизнь о сыне мечтал. Я хотел с ним на рыбалку ходить, футбол играть. Ну, что там еще отцы делать? Спасибо, что подвез меня. Я пойду. Алина, подожди. Я подвезу тебя? Я сама дойду. Пожалуйста. Не нужно для меня ничего делать. Алина, я люблю тебя. Что мне с этим-то делать? Забудь. Так, детям, наверное, надо оставить несколько кусочков. Гриша будет или нет? Выносить еще приборы? Нет. Гриша сказал, раз у Сережи не получается, он тоже не пойдет. Но он просил тебе передать тысячу поцелуев. Все получила. Вот конфетки еще угощайся. А вообще, если честно, как-то это все не по-человечески. Что? Ну, ты никогда не знаешь, позвонит он, не позвонит и пойдет вечером с тобой на день рождения или нет. Угу. Мне ведь скоро тридцатник. Да. Я вообще не понимаю, что ты в нем нашла. С таким детком семью не построишь. Да ладно. Это просто он сейчас такой, а потом, когда женится, он остепенится и будем жить тихо, спокойно, размеренно, как вы с Сережей. Да, как мы с Сережей. Лукашев очень расстроился. Ну, виду не подает, а очень он рассчитывал на эту должность. Конечно. Очень неприятная ситуация получилась. Зато Котов, такой красавчик, он, между прочим, целый день на тебя смотрел. Ладно, не выдумывай, поднимай бокал. У меня глаз алмаз, я не выдумываю. Давай. С днем рождения. Ура. Будь счастлива. Мам! Что? Осторожно. Посмотри, что она сделала. Я подумала, что будет прикольно. А вам что, не нравится? По-моему, очень классная пара. Не нравится. Ты не знала, что нельзя портить чужие вещи? Ой, вот только не надо делать из этого трагедию. Это всего лишь старая фотка. А как ты разговариваешь, а? Ах, да. С днем рождения. Угу. Слушай, я взяла ремень и как дала бы. Тсс. Все нормально. Привет. Я сегодня на УЗИ была. Предлагаю это отложить на три месяца. Не понял. Что это значит? Это значит, Егор, что гормональная терапия не работает. Ничего у нас с тобой не получается. О, Господи, как же я устала. Сил у меня больше не осталось. Танюш, ну что ты? Успокойся. Сейчас отдохнешь, успокоишься. Будем пробовать еще. Егор, я гинеколог, кандидат наук и все прекрасно про себя знаю и понимаю. А это уже пятая попытка. Куда уже больше в моем возрасте. Ну что ты? Какой возраст, Таня? Ты еще молодая женщина, не говори глупостей. У нас с тобой еще будет шанс. Шанс? У тебя совесть есть? Мне кажется, у нас с тобой уже был шанс. Только твое увлечение нам очень дорого стоило. Танечка. Мы же с тобой договорились. Никогда больше не поднимать эту тему. Я перед тобой извинился. У нас только все наладилось. Зачем ты опять вспоминаешь прошлое? Мне звонила знакомая из третьей больницы. Сказала, что сегодня ночью к ним доставили супружескую пару с ребенком после ДТП. Родители спасти не удалось, а мальчику полутора лет. Чудом остался жив. Господи, кошмар какой. Егор, давай его усыновим, а? Послушай, ну мы ведь можем забрать его. Таня, ты что, там наверняка есть родственники. Нет, нет родственников. Я все узнала. Послушай, но он же маленький совсем. Ты понимаешь, он в больнице, у него шок. Понимаешь, ребенку семья нужна. Танечка, Таня, успокойся, успокойся. Ну что ты? Таня, ты же знаешь, как это сложно в нашей стране, все эти процедуры, вся эта бюрократия. Да брось, мы с тобой в своего роде. Что ты говоришь, Егор? Ну ты же прекрасно знаешь, что у меня отличные связи в педиатрии, в социальных службах. Нам пойдут на помощь. Таня, завтра мы туда съездим, посмотрим, что за мальчик, проведем анализы. Посмотрим, какая у него генетика, а потом мы с тобой все решим. Хорошо? Садись. Доброе утро. Так, а это откуда? Это я в темноте в полку вписался. Так. Отлично, молодец. Яна поднялась. Да она уже полчаса из ванной не выходит. Понятно. Ого, шикарный вид. Это стиль такой. Сейчас холодильник у тебя замагнитит. Ты в этом школу собралась? Угу. А что, клубнику опять не завезли? Сережа. Ну что я могу сделать? Поставки временно закончились. Яна, у нас яичница есть. Я так и знала. Сами ешьте свою яичницу. А я в школу опаздываю. Ну, никуда ты не пойдешь в таком виде. Пожалуйста, пойди, переоденься и приведи себя в порядок. Пап! Девочки, пожалуйста, не ссорьтесь. Сережа, ее с уроков выгонят. Значит, в нашей семье папочка права голоса не имеет, да? Папа права голоса имеет, но не хочет спорить насчет одежды. Значит так, я буду носить то, что я считаю нужным. Это ясно? Так, тихо, это ясно. Вопросы есть? У меня нет. Вопросов нет. Алина, ну послушай, пускай одевает, что хочет. Какая разница? Выгонит ее с уроков, потом сама будет делать выводы. Все, что ты можешь сказать. Ну, а что, я буду на нее давить? Молодец, Лукашев. Отличное воспитание. Огнестрельное в живот. Какие-то уроды решили ломбард грабануть. Да, это они зря сделали. Выходное отверстие есть? Нет. Что у вас? А где стрел? Так, в таком случае пуля может быть где угодно. Случай тяжелый, я сам пооперирую. Егор, мы справимся? Я же сказал, я сам. Алина, будете мне ассистировать? Как я? Я вас как заведующий отделением прошу, идите в операционную. А мне куда идти? Там на сегодня плановая язва назначена, ею и займитесь. В операционную. Так, печень практически не задета. Вижу поле. Умница. Следим за давлением. Сейчас достану. Зажим. Я держу, отрезвлекай. Поняла. Зажим. Еще вот здесь пережать надо. У тебя все прекрасно получается. Так, а вот и пуля. Теперь главное не упустить ни одного разрыва. Он и так достаточно крови потерял, как показатели. Отлично. Жить будет. Ну и еще. Ну замечательная команда. Шьем. У меня вопрос к доктору Лукашевой. Можно? Да-да, конечно. Скажите, я так понимаю, это первая сложная операция, которую Егор Львович провел в этой больнице на новой должности. Совершенно верно. Все мы знаем, что полицейский мог умереть. Скажите, как вам было ассистировать в этой сложной операции? Вообще-то я Егора… Я Егора Львовича давно знаю как хорошего, опытного хирурга. И для меня это большая честь – ассистировать ему в такой сложной операции. Спасибо. Привет, а где дети? Уже спят. Ты, по-моему, тоже еле на ногах стоишь. Да, тяжелый день был. Перекусишь быстренько и пойдешь отдыхать, хорошо? А что есть? Есть хороший вопрос. Ничего нету. Только бутерброды. Ну, я буду бутерброды. Ну, отлично. Я вас сегодня видел с товарищем Котовым на голубых экранах, сияли как киногерои. Ну, это все он? При чем здесь я? Вот если бы ты видел его в операционной, как он работает? Точно, талантливо. Мне еще учиться и учиться у него. Вот если б ты видела, как ты на него смотрела, как завороженная. Ну, это восхищение мастерством. Да. Да. Ничего больше. Ты уверена? Слушай, а может у вас раньше что-то было, и ты поэтому не разрешила фотографию резать? Да, фотографию я запретила резать. А твоя дочь, между прочим, распорядилась по-своему. Налей мечей, пожалуйста. Я знаю, знаю. Лешка мне рассказал. А еще сказал, что ты страшно расстроилась. Послушай, по нему все девчонки на курсе сохли. Ну, что ты… Ей-богу. Ну, ты ж не все, или я ошибаюсь? Ничего особенного. Ну, а если ничего особенного, тогда почему же я ничего не знаю? Лукашев, потому что нечего рассказывать. Потому что я сама ничего не помню. Ну, что ты… Ладно, успокойся. Только скажи мне, у меня есть повод переживать? Смотри мне в глаза. Да. А ты ревни и вы, Лукашев. Не замечала раньше этого. Ты раньше повода не давала. Стабилизировало состояние пациента? Можем продолжать. Резекцию? Ну, какая резекция? Давай еще все удалим. Ты об СПО когда-нибудь слышал, Гриш? Угу. Ну, вот. Скапель. А еще я слышал, что Котов у тебя пациента увел в острова. Пациент не жена. Пускай уводит, если его заняться нечем. Как по мне, так лучше без жены. Я вот никому не дам себя захватать. А как же Настя? Мы с Алиной уже точно были уверены, что у вас все это было. Не смеши меня, Серега. Ты же знаешь, я полигамен. Еще не нашлась та единственная, которая может меня остановить. А сам я останавливаться не собираюсь. Хорошо сказал. Полигамность. Да чего ж ты красиво работаешь, Лукашев? Вот смотрю и радуюсь. За в отделении тоже радуется. Какой-то игру со мной затеял. Кто круче? Я, конечно, пока обид не показываю, но волнуюсь. Да не обращай внимания, Серега. Просто он метит территорию. А такие, как он, долго на этой работе не задерживаются. Год-другой, защити диссертацию, а там свалит, вот увидишь. То есть, а ты рекомендуешь подождать? На рожон не лезь. Все начальники меряются бицепсами. Пусть у него больше будут. Это нормально. Быть тебе, Лукашев, за в отделением, как только этот Котов свалит. А больше некому. Если Гриша так сказал, то так и будет. Можно верить. Подвозить тебя домой становится доброй традицией. Это ничего не означает. У меня был сложный день. Три аппендицита. Ты блестяще справилась. Я горжусь тобой. Правда горжусь. Скажи, а ты хотела бы, чтобы тогда все сложилось иначе? Сейчас это уже не важно. Наоборот. Именно сейчас для меня это самое важное. Если бы тогда все сложилось иначе, ты бы ушла от Лукашева. Ты захотела бы быть со мной? Егор, по-другому быть не может. А ты представь. Предположи, помечтай. Ты смогла бы уйти от мужа, если бы у нас была возможность быть мисс. Я не поведусь на твои провокации. Значит, не ответишь? Нет. Ну и отлично. Сейчас для меня это самый лучший ответ. Что это? Одну минуту. Шарик, пожалуйста, дайте один. Пожалуйста. Да. Открывай. Это тебе. Что это? Подарок. Что там? Сюрприз. Ты с ума сошел? Как я с этим домой пойду? Да, я сумасшедший. Скажи, что от пациентов. Я хочу удивлять тебя каждый день. Радовать, дарить подарки. Сергей не твой человек. Он слишком скучный для тебя. Тебе нужен другой мужчина. Да? На себя намекаешь? А я не намекаю. Я говорю прямым текстом. Леша, вырубай, телевизор есть будем. Хорошо, папочка. Ян, мне надо здесь ногти красить. Ну сколько раз можно просить? Всем привет. Привет, мам. Поздно ты. Кстати, ты в магазин заходила? Черт, я забыла. Ну, будем, горошек есть. А что там в коробке? Подарок от родственников одного благодарного пациента. Судя по Шарику, ты подрабатываешь в кардиологии? Ну, видимо, Шариков с аппендиксом у них не было. Мам, клубника! Леша, о, значит, поставки возобновились. А когда икра будет? Ближе к Новому году. Клубника, сердечки. Отчим, когда от очередной любовницы к матери возвращался, тоже так выпендривался. А тебя кто-то спрашивает? Алин, вы не ссоритесь. Яна шутит. Можно этим заниматься в другом месте? Не на кухне. Где еду готовят. В ванной или хотя бы в своей комнате. Девочки, не ссорьтесь. Все в порядке? Нет, не все в порядке. Сережа, я прихожу уставшая домой с работы. Я слышу в свой адрес столько упреки. Я прошу соблюдать элементарные домашние правила. Это так сложно? Алин, да нет никаких упреков. Ну, просто… Просто. Каждый день об этом говорится. Тебе заняться нечем? Приятного аппетита. Ну, что у нас происходит? Ничего. Это ничего началось с тех пор, как в отделении появился Котов. Лукашев, ты меня слышишь? Ты там обвинил меня в том, что я плохая хозяйка. Что ты сейчас хочешь сказать? Я плохая жена? Алин, я ни в чем тебя не обвинял. Ну, неужели ты не видишь, что мы как чужие? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Давай мы перестанем об этом говорить. Я устала. Все, хорошо, хорошо. Я буду молчать. И не скажу тебе больше ни слова. Мам, пап! Что, Лешка? Господи, что случилось? У меня Янка телефон хотела забрать. Я не дал, и она меня обскала. Ну, быстрее. Я не виновата. Это случайно получилось. Там просто стул стоял. Я тебе не верю. С тех пор, как ты появилась у нас, с ним постоянно что-то происходит. Это тоже ты? Алин, ну, все в порядке. Они же дети. Ну, всякое бывает. Дети? Это ты ее ребенком называешь? Как них оставлять двоих дома? Она убьет нашего сына. Яна. Яна. Нормально. Значит, сейчас идешь умываться, затем из морозильника возьмешь, положишь сюда лед. Все, иди, я приду. Все в порядке? Алин, ну что ты несешь? Ну как она убьет его? Ну подумаешь, не поладили. Молодец. Защитничек. При чем здесь защитник? Пускай учатся сами налаживать отношения. Если я каждый раз буду лезть в их разговор, ну что это будет? Они же дети, Лукашев. А ты у нас взрослый. Возьми на себя ответственность. Помоги им. Что ты еще остался? Лукашева стоять. Лукашева, ты в своем уме вообще? Там было написано, использовать в открытых помещениях. А в классе окно было открыто. Взяли на свою голову. Новенькую. Я звоню твоему отцу. Дети не расходитесь. Звоните, звоните. Он меня из вашей школы заберет и прямо в интернат сдаст и будет всем счастье. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, слушаю. Я не отвлекаю? Нет, не отвлекайте. Это классный руководитель Яны. Да, хорошо. Минутка. Да, говорите. Яна устроила ЧП в школе. Что? Устроила ЧП. Пришлось вызывать пожарных. Каких пожарных? В общем, послушайте, вам срочно нужно приехать в школу. Да, бегу. Понял. Черт. Сереж, там тебя Алина зовет. Очень сложный пациент. Да, слушай, мне тут из школы позвонили. Яна мне сюрприз огненный устроила. Ну, все в порядке? Пока не знаю, но надеюсь, что да. Слушай, а Гринёв здесь? Ну да. Может вызвешь его? На замену, хорошо? Хорошо. Да что же это такое-то, а? Алло. Ситуация тяжелая. Инфекция распространилась на туловище. Ампутировать будем? Ногу мы уже не спасем. Пульс слабый. Токсический шок. Шансов никаких. Скальпинь. Судорога нижней конечности. Гипотензия. Да тут и некроз уже вовсю. Надо взять повыше. Алина, давление падает резко. Алина, давление. Еще выше. Остановка сердца. Дефибриллятор. Разряд. 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 Алина, это все. Гриша, еще. Разряд. Все. Тут все уже. Все, Алина. Время смерти 13.07. Запишите. Я потеряла пациента. У него вообще не было шансов с таким заражением. Я потеряла пациента. Тише, 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 тише. Ты все правильно сделала. Он сам во всем виноват. Три дня скрывался от полицейских. Запустил рану. Пошло нагноение. Он преступник. Алина, он чуть не убил полицейского. Да? Ты меня учил. Что не может быть разницы на хирургическом столе между бандитом и святым? Ты все сделала правильно. Я виновата. Любимая. Я виновата. Если бы оперировал яму, было бы то же самое. Да. Ты моя лучшая ученица. Любимая моя. 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 Моя.